всем приветик нас угостили вот такими яблочками это уже падалица ну в общем не очень такие яблоки они хорошие не побитые кто перебрала были конечно и побитые тоже значит я их уже перебрала вот все гнилые побитые выбрала что я буду делать я их помыла сейчас я почищу порежу и буду делать яблочное повидло яблоки я почистила порезала произвольными кусочками вот здесь у меня два килограмма ну может быть 100 грамм я добавляю стакан воды на килограмм яблок сейчас они у меня поварятся до мягкости потом буду протирать сквозь сито вот яблоки готовы ведь они уже сварились сейчас буду их протирать через сито но у меня вот такое к сожалению большего нет они еще дали сок деревянная лопаточка конечно удобнее вот так пока не закончим итак протерла я яблоки конечно это нудно и достаточно долго и в принципе не обязательно если хотите можете очистить яблоки от шкурок и варить их уже в очищенном виде или просто очень мелко перебить блендером такой кто-то у меня хочет и пытается открыть двери это мои мосочки и так как я вам уже сказала на килограмм очищенных яблок я кладу стакан воды и стакан сахара попала семечко и потом проварю до загущения как вы помните у меня здесь было немножечко больше двух килограмм яблок но после протирания его в пюре у меня осталось примерно может быть 200 грамм отхода ну грубо округлим до двух килограммов вот так теперь все это перемешаю и буду варить до готовности минут 30-40 поставила я повидло варится как только она закипит убавлю огонь до минимума и буду варить до готовности в зависимости от с сорта яблок, конечно, добавляйте воды чуть побольше или чуть поменьше, если яблоки очень сочные. И если они кисловаты, конечно, добавляйте немножко больше сахара. Делайте на свой вкус и в зависимости от сорта ваших яблок. Я еще добавлю сюда немножечко ванилина или корицы, посмотрим. Итак, повидло у меня закипает, я уже убавила огонь. Не забывайте помешивать, чтобы оно не пристало. Обязательно, еще раз повторю, попробуйте на вкус. Если яблоки кислые, добавьте еще чуть-чуть сахара по своему вкусу. Вот, видите, оно уже начало темнеть. Такая красота получается. Ну вот, доварилась повидло. Я добавляю буквально щепоточку ванилина. Ну вот буквально на кончике ножа ванилина. Крышки сейчас закипят. Баночки у меня стерилизуются в микроволновке и будем раскладывать. Вот такая вкусняшка получилась. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот и все, получилось у меня всего 4 вот такие небольшие баночки повидла, но нам этого достаточно. Накрою его теплыми одеялами, вот так, и дам повидлу остыть до завтра. Кстати, заодно похвастаюсь своей новой покупкой. Помните мои соусники из вот такого розового стекла? Я купила вот такой контейнер для варенья с тремя розетками, к сожалению, только с тремя, но я все равно не удержалась и взяла. Сюда я переложила остатки повидла, оно еще теплое, когда оно остынет, мы его попробуем вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok